МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Похоже, рогалики удались на славу. Аромат-то какой. Настраивает нас душевный разговор. Она пишет о любви. А кто сейчас о ней не пишет? Но у Иры-то все песни такие пронзительные. В них она, кажется, готова простить мужчине все. Я за ним упаду в пропасть. Потом кому? Зачем мы посвящаем жизнь? А теперь вот я буду любить тебя до конца. А ты лги, изменяй, бросай, убивай меня. А в жизни-то она, похоже, совсем не такая уступчивая. Так, яблочки печеные с творогом. Готовы. Красивые. Ах, какая лав-стори была. На глазах у всей страны. Но нет, разошлись. Читала о ее первой любви. Что-то невероятное. Интересно, расскажет ли. Доброе утро, Ирочка. Доброе утро. Смотри, какие мы с тобой праздничные, воскресные, утренние. Самое главное – нет. Самое главное, что я с удовольствием тебе говорю – добро пожаловать. Добро пожаловать ко мне домой в первый раз. Добро пожаловать в мою программу. И я счастлива, что ты нашла время. В своем совершенно сумасшедшем графике. После прилета вы из Киева, родного мне города, и пришла ко мне в гости. Это такая первая часть. Спасибо. Я с огромным удовольствием. Я вижу, да. Я испекла яблочки. Я очень хотела бы, чтобы ты попробовала. Но прежде, наверное, давай выпьем. Давай выпьем шампанского. Я тут выяснила, что ты очень любишь этот напиток. За нас, за девочек. Ну что, приступим? Да. Скажи, пожалуйста, правда ли это? Нет. Ну, подожди. На всякий случай. Я уже забыла эти слова. На всякий случай. На всякий случай сразу говорю, нет? А то вдруг правда. Бабочка летела, на цветочек села и захлопнулась. А, все-таки правда. Правда, конечно. Это стихотворение двухлетней Ирочки Добцовой. Честно говоря, я в шоке. Объясню, почему. Моему внуку полтора года. Он не произносит пока ни одного слова. Ну, там какие-то звуки, понятно, издает. Ну, мальчик. А ты в два года сочинила стихотворение, которое по сути, по своей, очень схоже с японской поэзией. Да, совершенно верно. Но я тогда понятия не имела о японской поэзии. А японской поэзии, конечно. К тому моменту ты уже сочиняла и стихи, и музыку, правильно? Ну, я как-то бессознательно это делала. Потому что то, что происходит сейчас, оно такое уже осознанное, прожитое, уже откуда-то вот действительно из женской души, вот изнутра, вот из самого того, прям вот со дна. А тогда, наверное, тогда даже, боже мой, я пела у Игоря Матвиенко в группе «Девочки» в 17 лет. Это была моя первая такая настоящая жизнь в Москве. И когда я ушла от него, ушла, он мне разрешил, подписал расторжение контракта. Мирно ушла? Мирно, очень мирно, очень. Он сказал, Ир, я тебя как музыкант... Как здорово мирно уходить, да? Ну, на самом деле, просто я так позитивно как-то вот, ну, сказала, Игорь Игоревич, я понимаю, что коллектив «Девочки» как-то вот уже себя изжил, и вы не занимаетесь. Он действительно ничего нам не писал, ничего вообще. Писали другие сторонние композиторы. Я даже не буду скрывать, что я не помню такого коллектива. А как же? Хо-ла-ла, хо-ла-ла, а я глупая была. Не самый популярный коллектив был. Нет, ну, такой был рядовой, да, коллективчик на тот момент девчачий, нормальный такой, модненький, поющий вроде как. Все девчонки сейчас пристроены. Дело не в этом. Я ушла от него, он мне сказал, Ирочка, я тебя понимаю, как музыкант музыканта. Меня это тогда очень зацепило. Я очень помню эту фразу и помню ее по сей день. Игорь Материенко человек, который меня отпустил именно в тот момент, когда мне это было невероятно нужно. И он таким образом решил, пожалуй, тоже мою судьбу. Поскольку, да, у меня был период, когда мне нечего было есть, мне негде было жить. Я жила у Насти, нашей всеми любимой, Настя Мухина, наш музыкальный продюсер «Новой волны». Это моя подруга близкая. Я жила у нее дома. Тогда она еще начинала мыла чашки и наливала кофе на студии музыкальные. То есть сейчас человек музыкальный. Я перевожу пример просто всем. Пример этого человека. Судьбы мои крутые виражи. Да, на самом деле, да. Но прежде чем ты приехала в Москву, сначала родители сделали под тебя некий ансамбль в Волгограде, джем, который был достаточно успешный. А ты из музыкальной семьи. Папа музыкант, мама нет. Мама принимала участие во всем тоже. Конечно, мама с детками работала. Возможно, не говорить о том, какую, наверное, роль в твоей жизни сыграл твой отец. Да. К сожалению, грустно об этом говорить. Сегодня он ушел из жизни. И такая потеря ранняя. И, наверное, тебе тяжело об этом говорить. Но думаю, что это... Нет, нет, светлая. Начало всех начало – это твой отец, джазовый музыкант. Антология советского джаза, он в энциклопедии есть. Да, и он дал, наверное, передал тебе и генно, и занятиями с тобой вот ту, наверное, влюбленность и зависимость в некоторой степени от музыки, которая присутствует в твоей жизни. Ну, знаешь, самое главное, за что я ему благодарна безумно, за то, что, несмотря на то, что для меня, ты сказала, да, они сделали вот этот коллектив джем, но меня никогда, хотя вот честно, положа руку на сердце, я действительно была самой поющей девочкой в этом коллективе. И никогда родители не выпускали меня вот в первый ряд солисткой. Я всегда была где-то сзади. Я говорила, воспитывали скромность. Мама, почему? Папа, почему? Ну, я же лучше спела. И я искренне, они мне говорили, ты вырастешь, и ты скажешь нам за это спасибо. И правда, на самом деле, я им благодарна за то, что они меня вот как-то, они воспитали во мне нечто такое. Они тебя подготовили к серьезной жизни тем самым. Ты приехала в Москву, в общем-то, с чемоданчиком. Ни с чем вообще. И с кошечкой, если я не ошибаюсь, Мотя, Матвей, да? Да. И полную неизвестность в этот огромный город, который мог вот так съесть и выглянуть. Я помню, вокзал, этот поезд, боже мой, в общем. И что было в Москве в первые же дни? Ну, понятно, желание стать звездой, это понятно. Ты понимаешь, в чем дело? Не было никогда желания стать звездой. А что? Для меня вот это понятие стать звездой, вот это что-то для меня такое вот непонятное совершенно. Я всегда как-то вот, у меня все было не так, как вот у моих даже там каких-то сверстников, коллег по работе и так далее. Все пришли, как нормальные дети, на линейку, в музыкальную школу, за ручку, с бантами. Я приехала у папы на шею, в музыкальную школу. И вот с этого все началось. Ну и так далее. Все пошло-поехало. И как бы я почему-то, не знаю, с бессознательного еще какого-то возраста знала, что я буду петь, что я буду жить в Москве. Но для меня это не было чем-то вот из разряда амбиций исключительно. То есть я знала, что только это моя жизнь, вот только это. Ничего другого. Я не мечтала о каких-то миллионах, о каких-то вот атрибутах, вот понимаешь, да, звездности? Связанной со звездностью. Я не мечтала об этом, я мечтала этим заниматься. На обузнаваемости мечтала? Нет. Вот просто писать, просто отдавать себя, просто выражать себя в звуке, в слове. Я до сих пор удивляюсь, когда меня узнают на улице люди. Внутри твоих следов лед расставания, но поверни, но поверни следы обратно. Сквозь чуждые следы, сквозь расстояния, по собственным следам. По собственным следам. По твоим следам. Меня восхищает все, что ты делаешь, искренне говорю. Я знаю, я знаю. Меня трогает каждая твоя песня. Я считаю, что ты очень талантливый человек, и тебе очень многое дано от Бога. Поэтому сразу же в начале беседы желаю тебе, чтобы ты не растратила себя зря. А теперь продолжаем. Я не буду проходить все эти пути от того, что ты жила у подружки в гостях, сколько ты прожила, ничего было кушать. Ну что, это те необходимые условия. Растворимую лапшу ела, бульонные кубики разводила, правда. Но была зато стройная, худая и довольная жизнью. Наступил момент, когда ты попала на фабрику. Ну, я почему так вот перепрыгиваю? Потому что мне кажется, что для тебя это, наверное, начало всех начал, фабрика. Конечно. Вот там началась Ирина Тупцова с большой буквы. Но эта фабрика для тебя была сложна по многим причинам, насколько я понимаю. Во-первых, нужно было решиться выставить свою жизнь ежедневно, ежесекундно на показ. Это ужасно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле, правда, это настолько любимая моя профессия, но вот эта ее часть, вот честно, вот то, что все видят, все интересуются. Это, с одной стороны, это очень круто. Представляете, я человек, какой-то обычный, вот взятый единицей с толпы. И почему-то моей жизнью интересуется огромное количество людей. Это же какая ответственность. Это надо каждую секунду думать. Как я выгляжу, что я говорю, как я сижу, втянут ли у меня живот, не знаю. Правильный ли ракурс. Правильный ли ракурс, да. Хотя моя страна, вот это, если что, вот эта моя страна. Вот. То есть, ну вот какие-то такие моменты. Иногда хочется просто вот делать то, что я делаю, но в то же время не быть на виду. Ну, это невозможно в моей профессии. Ну, ты же еще не знала тогда, какая у тебя сторона правильная. Не, не знала. Какую нужно положить косметику для того, чтобы выглядеть молодой и свежей. Хотя я знаю, что ты в какой-то момент приехала на съемки, тебя отпустили домой, и ты даже не успела причесаться и накраситься. И вышло естественно, и все были в восторге от того, как хорошо ты смотришься. Для тебя фабрика была еще, наверное, отмечена каким-то таким особым мазком тем, что во время одной из трансляций тебе сделал предложение твой будущий муж. Какая-то такая история. Знаешь, предложения делают по-разному. И сейчас это обставляется по возможности всякой такой атрибутикой. У тебя было особенное предложение, когда на всю страну, а еще и на те страны, которые транслировали эту программу, вдруг молодой человек взял предложение. И в эту минуту я уверена, ты не думала о том, правильная ли сторона, какой ракурс. Это просто шоковое. Ты же не знала. Более того, не было никого, кроме меня и него. Я забыла напрочь, что есть камеры, что есть люди. Настолько любила его. И настолько вообще были какие-то странные, невероятно странные, потрясающие отношения. Простой парень, музыкант. Да, на тот момент он был уже достаточно известным. И я вроде уже тоже на фабрике засветилась. Но на тот момент, когда он это все говорил, было так неважно, кто на нас смотрит. Было важно, что тебя позвали замуж. Сегодня предложение могут сделать во всех городах мира. Знаешь, у кого есть возможность, и обставить это по-разному. Но когда-то к этому особенно подходили, готовились. Это было очень важно соблюдать какие-то правила. Особенно интересно это делали в Украине. Старостами, послами от жениха, обычно выбирались уважаемые люди. Часто это были крестные молодого. Причем как мужчины, так и женщины. Но обязательно общительные. От их красноречия часто зависело, появится ли новая семья. Или молодой купец получит от ворот поворот в виде традиционного украинского гарбуза. Тыквы. Вместе с ними порой ходили родители жениха. А иногда его братья и сестры. В разных деревнях существовали свои обычаи свадания. Например, в некоторых регионах, перед тем, как отправить сватов к невесте, их хлистали прутьями и забрасывали женскими головными уборами. Это должно было принести удачу. Если девушке жених был мил, тогда она перевязывала старост ручниками, а будущему мужу передавала в подарок собственноручно вышитый платок. Если же потенциальная невеста мечтала о другом ухажере, то старостам возвращался принесенный ими хлеб, а парню с ватой относили тыкву. Чтобы избежать позора, самые хитрые парубки отправляли лазутчиков, перед которыми стояла задача разузнать о намерениях девицы. Либо сваты засылались в позднее время, чтобы соседи не посмеялись над отвергнутым юношей. В маленьких селах не всегда на всех женихов хватало невест. А хозяйки в доме были нужны, поэтому иногда старосты отправлялись в соседние села. Дома девушек пестро оформляли, специально привлекая таких охотников. Как вы познакомились? Вы же из одного города, из Волгограда, да? Да. И что, там вы не знали друг друга? Как могут познакомиться творческие люди? Конечно, на концерте, на общем. В гримерке, за кулисами. Ну что, сердечко сразу как положено? Да нет, в том-то и дело. А что? Нет, никакого сердечка, никакого вот этого вот... Трезвого разума? Более того, я была влюблена в тот момент, у меня была первая любовь. Какая-то непонятная история, что-то есть мистическое в этом. Это так? Это, скажем так, такая кратковременная история, но тот человек, я понимаю, о ком ты говоришь, но это не он. Тогда это был совершенно не он, но тот человек, о котором мы сейчас говорим, действительно, первая моя любовь. Человек, которому я благодарна за тот самый первый опыт, за два года, проведенные вместе. Это был взрослый мужчина, гораздо старше меня. Ну, все в то же время молодой. Чуть за 30. И этот мужчина, который показал мне, как должно быть в отношениях у мужчины и женщины, как это все происходит. Это были прекрасные отношения, и действительно меня любили, и я любила безумно. Это была страсть, это я сбегала из дома по утрам, перед училищем. Училище, например, начинаются занятия, там, в 9 утра, я в 7 сбегала из дома, чтобы час по дороге заехать к нему, провести с ним. И этого человека, к сожалению, нет сейчас в живых. Он умер от сердечного приступа в 40 лет. Вы летите за ней у ветра, Вы не пейте его о кон. Я не знаю, кто был неправ, Может, я, может, он. Вы не плачьте о нем дожди, Не гасите его огня. Я простила, и Бог простит, Он не любит меня. Он не любит меня. Я была на его похоронах, уже будучи беременной, на третьем месяце, уже будучи замужем за Ромой. Мы остались друзьями, хотя я задолго до этого с ним рассталась. За пару лет до фабрики, до замужества я рассталась с ним. Но мы сохранили отношения, как со всеми моими какими-то любовями, не знаю, платоническими и физическими. Ты со всеми отношениями сохранилась? Да, я не знаю. Я какая-то дипломатичная получилась в этом смысле. Но ты же такая, в общем-то, взрывная. Ну и что? Почему взрывная? Нет, я хорошая. Я не говорю, что это плохо. Взрывная, это еще просто кем-то. Я дружу, но это же люди, которые встречались в моей жизни, они оставили так или иначе какой-то след. Они же для меня что-то значили. Ну а как ты мирно расстаешься с ними? Вот так только... И причем я расстаюсь с ними, мирно только благодаря вот моему... Моей какой-то глубочайшей дипломатии в этом смысле, вот правда. А ты считаешь, что можно... Они меня готовы, мне кажется, убить. Любить, а потом расстаться и остаться друзьями, я вот плохо верю. А любовь проходит. Сначала любовь. Три года живет, а потом это уже высокое искусство. Сохранить вот эти отношения, помочь им взять их бережно на руки и помочь им трансформироваться в нечто большее. Вот это уже искусство. Вот это мне не дано. А ты иди теперь туда, куда ты знаешь сам. Я больше никогда ничего тебе не дам. Сама начну переживать, звонить твоим друзьям. Ну как ты там? Ну как ты там? Ну как ты там? Ну как ты там? Премьера А я хочу с огромным удовольствием напомнить вам, что мы находимся в гостях у Аллы Крутой. Я Ирина Дубцова, а это программа «Ласкаво просим». Ты родилась 14 февраля. День влюбленных. Это день влюбленных. Ты, по-моему, олицетворение любви. Я знаю, что ты всегда с головой бросаешься в романы. Да. Ну, как я уже поняла, в общем-то, с трезвым сердцем оттуда выходишь. Наверное, ощутив, что это изжило себя. Тебе, как любому творческому человеку, наверное, нужно подпитываться любовью все время. Наверное, у тебя все это очень бурно происходит, эмоционально. Потом ты расстаешься, наверное, ты пишешь трагические песни. Кому, зачем, мы посвящаем жизнь. Вот это вот, да? Они нам втулок в лесу, они нам в небески в сердца, а мы за ними возьмут, а мы за ними в небеса. Они на веки измен, они на магианной лжи, а мы им веру взамен, а мы им посвящаем жизнь. Кому, зачем, а мы им посвящаем жизнь. Кому, зачем, а мы им посвящаем жизнь. А мы им посвящаем жизнь. А счастливой любви есть песни? За искусство. А счастливой любви... Понимаешь, в чем дело? Для меня не существует понятия счастливая любовь или несчастливая любовь. Главное, чтобы ты любила. Испытать это чувство, это уже счастье. Все, это уже счастливая любовь. Неважно, безответная она, ответная это. Есть люди, которые живут всю жизнь и говорят, ну когда же я кого-нибудь полюблю. Любовь – это чувство, на которое способны мы все. И когда это проходит, быть неискренним перед самим собой и продолжать что-то, когда ничего уже нет, и переставать надеяться на то, что где-то, может быть, есть что-то лучше, это неправильно. Девчонка в деревне ласкова. Вот так же, но очень давно. Ждала я жившую сказкою. Любовь к ней пришла, как в кино. Любовь к ней пришла, как в кино. А девушка верит и молится, и вера ее глубока. В небо взлетает горлица, а в муром течет ага. Девушка молится, и вера ее глубока. В небо взлетает горлица, А в мурах течет Огарь. У тебя есть сын, Темочка. Это другая история. Ну, а какая история? Это тоже часть этой любви. Ужасно. Я старалась вести себя отвратительным образом, чтобы меня муж мой сам бросил, когда я поняла, что я его не люблю больше и что... Нет, не люблю в принципе, а не люблю... Как мужчину. А любишь как отца ребенка. Да, люблю как отца ребенка, сейчас как родственника, как друга. У нас прекрасные отношения. Вот сейчас у меня вышла новая песня, новый клип, и я читала сегодня буквально, вот перед приездом сюда, я ночью читала комментарии в интернете по поводу... Что пишут люди, какие отзывы пишут. Какая-то девушка написала, что, боже мой, как же она до сих пор любит своего мужа, если она такие песни ему пишет. А ты посвятила эту песню своему мужу? Нет, конечно. Вот и я так подумала. Вот нет, конечно. А кому посвящены эти слова? Ты можешь вообще прочитать эти слова? Я буду любить тебя, я буду любить тебя до конца. А ты лги, изменяй, бросай, убивай меня, но помни это. Я буду любить тебя, я буду прощать тебя под лицом. А ты ешь, молись, люби, живи, дыши, но близко. Ну, видимо, не мужу, конечно, это посвящено. Скажешь кому, но не плачь. Это история, я не плачу. Сейчас я буду плакать, ты будешь плакать, ну и что получится? Это история... Боже мой, да простит меня человек, который рядом со мной находится сейчас. Ну, это история... Наверное, мне кажется, у каждой женщины есть такой роман, который на всю жизнь, который вставляет след. И ничего не было, и ведь секса не было, и никаких не было близких отношений. А скажи, а что было? Что было? Ты знаешь, странно, очень странный человек, такой Джеймс Бонд, совершенно агент 007, который появлялся... Внешне и внутренне. И внешне, и внутренне, и по профессии, и более того. И я ужасно любила этого человека, хотя, наверное, странно это звучит. Ну, то есть он какие-то вещи делал потрясающие совершенно. Он появлялся внезапно, внезапно исчезал. Он всегда знал, где я нахожусь. Хотя сейчас я уже, будучи постарше и поумнее, понимаю, что подаренный им телефон, наверное, был снабжен каким-то... Прям вот так? Да, вот именно так. Он приезжал, чмокал у меня в нос и уезжал. И он этим вот своими странными стоял на руках, прыгал со второго этажа, чтобы не терять время, не спускаться по лестнице. И он вот этим самым на меня, на 19-летнюю девочку. Хотя, в общем-то, я уже была очень взрослой, поскольку я с 17 лет жила одна в Москве. И он делал какие-то такие вещи, и он всеми этими вещами, он так меня... Привязал. Привязал к себе, что я сказала... До свидания. И уехала в Волгоград к родителям. И сказала, отстань от меня, не мучай меня больше. И вот уже 12 лет. Ты вспоминаешь? 12 лет каждый день. Не было ни одного дня, чтобы я не вспоминала о нем. Мне что-то напоминает какие-то символы, какие-то цифры, связанные с ним, какие-то, боже мой, в конце концов, песни, которые посвящены ему. А он знает, что это ему посвящено? И о нем, и кому, зачем, и медаль. Это все ему? Конечно. Дали сторона луны, Дали сторона медали, То ли мы любовь нашли, То ли потеряли. Дали, дали, да, луны, Дали за любовь медали, У металли две стороны, Это мы не знали. Дали сторона, Дали сторона, Дали сторона, Дали сторона, То ли мы любовь нашли, То ли потеряли. А если бы сегодня он позвонил тебе и сказал все? Я не знаю, я знала, что ты задашь этот вопрос, я не знаю, что ответить, я 12 лет не знаю, что ответить на этот вопрос. Но если ты 12 лет, каждый день о нем вспоминаешь, и вдруг сейчас раздается звонок, и он говорит, люблю, не могу, без тебя больше ни одной секунды. Все, я ответила. Ну вот, это я и хотела услышать. А теперь все-таки вернемся к сыну твоему. Ой, боже мой, Сейчас только что разговаривала по скайпу, вот-вот-вот, просто, вот утречком. Он на Кипре. Шесть лет. Он взрослый-взрослый, у меня вот эти айпады, айфоны, все есть, компьютеры. Разбирается во всем. Конечно, ну мужик же, мужик, руки целует, дверь открывает. Как положено. Дед успел научить царство небесной, папочки. Скажи мне, вот понятно, что это главный мужчина твоей жизни? Конечно. Вообще есть такое выражение, если женщина... Это мудрый иногда, знаешь, вот невероятно. Шесть лет мудрый. Он такие вещи говорит. Вот дурачок дурачком маленький. Ну как, но он не дурачок. А иногда просто, иногда вот как... Есть такое выражение, когда женщина прощает мужчине все, это значит, что она его родила. Я думаю, что этому мужчине ты прощаешь все. Мало того, мне кажется, что ввиду того, что ты с ним все-таки часто расстаешься, наверное, его балуешь. Еще как. Ужасно. Ты покупаешь ему много игрушек? Все, какие он только хочет, даже какие не хочет. А ты знаешь, какая старая история игрушек есть. И вот сейчас, конечно, очень многие игрушки такие развивающие, а есть игрушки, которые были продуманы, придуманы очень много лет тому назад, и каждая из этих игрушек несла какой-то смысл. Первой игрушкой и оберегом наших прапрапрадедов была кукла Мотанка, похожая на спеленутого младенца. Обычно ее изготовляла молодая женщина, мечтающая иметь ребенка. Незадолго до родов куклу клали в колыбель, чтобы она обживала и охраняла ее. Затем Мотанка находилась в колыбели вместе с ребенком. Малыш играл куколкой, мог взять ее в рот, поэтому часто в лоскутки заворачивали прополис. Он облегчал состояние ребенка, когда у того резались зубки. Подрастал наследник, отец или старший брат делал для него игрушку, ветряк, модель мельницы. Крылья весело крутились и не только развлекали малыша, но и учили понимать явления природы. Дует ветер, трещит, вращается ветрячок, стихает и замолкают деревянные крыльца. Свистульки, трещотки, коньки-качалки, глиняная дробь, игрушечная посудка, головоломки, их называли большая и малая мороки, волчки и фигурки животных. Все это смело можно назвать прообразом современных развивающих игрушек. Но самой распространенной игрушкой и одновременно оберегом славян была все-таки кукла. Даже повзрослев, они не расставались с ней. Украинская девчина дарила своему возлюбленному, который надолго уезжал, кукол-неразлучников. Сделанные из лоскутков фигурки, парни и девушки смотрят друг на друга. Главное правило – куклы соединены между собой руками. У украинской народной куклы оберега чаще всего чистое, непрорисованное лицо. В древности люди очень боялись глаза и верили, что через глаза в куклу может войти душа какого-нибудь человека и навредить владельцу оберега. А еще лоскутную куклу нельзя было купить. Она делалась из остатков одежды, которую носила семья. И считалось, что в этой кукле живет дух рода, дух этой семьи. Основной темой нашей беседы сегодня будет все-таки слово «любовь». Оно всегда основное слово в принципе жизни. Я думаю, что это и основное слово в твоем творчестве. Это основное слово твоей жизни, твоего творчества, твоих стихов, твоей музыки. Каждая песня – твой ребенок. Это все понятно? Ну, тебе пишется легче, когда у тебя плохо и когда у тебя наоборот хорошо. Не могу ответить на этот вопрос. Вообще у меня своя теория есть, что вы, талантливые люди, творите в каком-то другом измерении. Куда нам хода нет, нам простым смертным. Потому что если бы мы могли туда входить в это измерение, мы бы тоже творили. Мы бы писали картины, сочиняли стихи, музыку и все. А так это, ну, скажем так, комната для избранных. Так вот, для некоторых вход в эту комнату открыт, когда душа поет. А для некоторых тогда, когда все рвется внутри. Судя по надрыву в твоих песнях, по вот этому нерву, который в них есть, а он есть, обычно к тебе это все приходит в минуты такие, тяжелые. Не могу сказать. Бывает, и все хорошо, оно все равно рвется. Потому что, понимаешь, в чем дело? Я очень интересующийся такой по натуре человека. Я очень люблю фильмы, книги. Очень люблю читать. Очень. То есть, если есть свободное время, я обязательно в самолете где-то, в поезде, на отдыхе. Я обязательно читаю или смотрю что-то. И вот эмоции, которые я получаю от литературы, я, боже мой, никогда в жизни не закачаю себе. Конечно, у меня все эти гаджеты есть, и айпады, и айфоны, и компьютеры, и так далее. Но книга для меня – это вот запах страниц, вот этот шелест, вот перелистывать. У меня получаю невероятное удовольствие. Вот ты заходишь в магазин, и покупаешь книгу, и когда ты ее открываешь и вдыхаешь, этот запах – это праздник. Говоря о книгах, ну, это подразумевает определенную духовность, конечно. Это то, что ты читаешь, твои стихи предполагают, что ты духовный человек. А как это сложить вместе с твоей такой откровенной фотосессией? В журнале. Духовность? А как это связано? А как? Я скажу, как это связано. Это искусство. И то, и то искусство. Литература – это искусство. Художественная фотография – это искусство. Ты воспринимаешь откровенно в фотосессию? Окей, это какое-то сцессию не ню, конечно. Это искусство, это художественная фотография. А мама твоя как к этому отнеслась? Прекрасно отнеслась. У меня мама – архитектор по образованию. Умнейшая женщина, которая закончила школу с золотой медалью. Она потрясающий человек, как раз которому я благодарна безумно за то, что она мне давала правильные книжки читать в детстве. Она мне на ту классику, которая мне не нужна в 13 лет, она говорила, Ира, не читай это, даже если это сдавали в школе. Она говорила, читай вот это, а ты потом это все равно прочитаешь. Многие родители согласятся, что не все то, что дают нам сейчас читать в школе, оно все подходит тому возрасту, в котором это задают. И вот мама очень правильно меня с этой точки зрения воспитала, как я считаю. Ну, я делаю такой вывод, потому что я, может быть, не наделала многих ошибок, которые могла бы, если бы ко мне было бы меньше внимания со стороны мамы, например. А некая скандальность должна присутствовать для того, чтобы карьера состоялась? Это единственная скандальная история, так называемая, у меня. Сняться красиво с намасленным бедром, в красивом белье, с вот такими волосами. Почему нет? Отпусти ее, пусть она летит, ко мне вниз, в тех небес, до ее возьмет ты. Отпусти ее, пусть от днем горит, и любовь, и мечта, для которых жил ты. Отпусти ее, пусть она летит, ко мне вниз, в тех небес, до ее возьмет ты. Отпусти ее, пусть от днем горит, и любовь, и мечта, для которых жил ты. Мне недавно на одной из съемок, на одном из каналов популярных, очень программе, в утренней программе, задали вопрос тоже, зачем, и как вы отнесетесь к тому, что ваш сын через несколько лет будет рассматривать этот журнал с друзьями и обсуждать. Наверное, ты ответила с гордостью. Я сказала, мне будет приятно, если его друзья перепечатают себе этот журнал, и он у них будет где-нибудь там. Где? А почему нет? Ну, где-нибудь в ящичке. А почему мы еще не поговорили о том, что ты рисующая девушка? И я подготовилась к этому. Когда-то, да, я стояла перед выбором даже. Окей, не вопрос. Не вопрос. Я буду продолжать тебе задать вопрос. Что хочешь на память? Женщину можно я? Да, конечно. Голую рисую. Меня интересует вопрос, как, наверное, может быть, он для тебя тоже покажется таким примитивным. Как приходят стихи к тебе? С чего это все начинается? С внутреннего состояния, которое навеяно каплями падающего дождя, дуновением вертирка, просмотренного фильма, рассказа подруги. Это состояние души ищущего человека, который ищет для себя что-то. В персты каждого из нас есть место для любви, чтобы мамы всей дни твой сон хранить могли. Ты сладко спи, С моим солнышком спи, Спи, там за облачком древлют наши ангелы, И пока ты в маминых руках. Я подошла к такому рубежу, понимаешь, 30 лет. Но именно в этом возрасте возникает вопрос, а правильно ли я живу, правильно ли я все сделал. А может быть, я чего-то не доглядела, может быть, я чего-то не доделала, может быть, я куда-то не туда свернула, может быть, я не так отнеслась когда-то к своим близким, может быть, я не столько уделяю внимание маме, ребенку, моим родным, самым родным. И вот сейчас действительно меня терзает этот вопрос. Он меня терзает. Это нормально, наверное. Правильно ли я живу. Поиски себя, наверное, у многих продолжаются. Возвращение все же. Но это не поздновато. Это не значит, что ты кардинально, наверное, изменишь свою жизнь. Но, может быть, какие-то вопросы имеют право на то, чтобы о них задуматься, и, может быть, хоть что-то подкорректировать, скажем так, в жизни. Может быть. Скажи, ты отказывалась от участия. И в очень многих телевизионных, таких популярных сейчас проектов, связанных с фигурными катаниями, цирками и многим другим. Но при этом ты приняла приглашение участвовать в жестоких играх. Ну, такой достаточно страшный проект для меня. Мне было невероятно интересно. А что именно было интересно? Мне было невероятно интересно проверить себя. Я на тот момент была очень психологически и физически уязвима. И я очень сильно реагировать стала на, знаешь, на погоду, на изменения. Вот какие-нибудь тучки появились в небе. Старушка. Все. Меня уже колбасит. Это старушка. Ну, я знаю. Я тоже реагирую на это все, на изменения погоды, температуры. Ты уехала на жестокие игры. Это происходило в латинском... Да, водил с ним. Один полет. Чего стоило туда? Сколько часов? 14 часов от Рима. До Рима 4 часа. И потом 14 часов. Вам дали возможность это оспаться, отдохнуть или сразу в работу? Я помню лишь то, что нас заставляли дышать в трубочку, издавать кровь, какие-то там делать медицинские освидетельствования на предмет того, пьем ли мы шампанское перед играми, потому что это нельзя делать. Ну, ты не пила тогда? Нет, конечно. Там, где в трубочку давали дышать. Я в трубочку дышала два раза в жизни. Один раз на жестоких играх, другой раз где-то в Москве. Один раз когда меня остановили. Ну вот, я выиграла все три конкурса. Страшно было. Ты понимаешь, там были со мной олимпийские чемпионки, которых я сделала по времени. Хорошие девчонки, спортивные. Не знаю, что это. Не знаю. Но я приехала... Я меняхала собраться и желание добиться. Я приехала здоровая, уверенная в себе и в своих силах. Понимаешь? Говорят, что ты мечтала побывать в Бразилии. Да, мечтаю. Говорят, что там потрясающий водопад. И есть водопад Игуасу, который в 2011 году вошел в список семи чудес света. Водопад Игуасу заслуженно называют бразильским чудом. Его мощный поток завораживает и пугает. Грохот, не извергающихся обладенных потоков, отчетливо слышен на расстоянии 24 километров. Рассказывают, что даже Элеонора Рузвельт, жена американского президента Франклина Рузвельта, увидев Игуасу, заметила. Наша Ниагара на фоне Игуасу выглядит как струя воды из кухонного крана. Не патриотично, зато правда. Игуасу на 20 метров выше знаменитой Ниагары. Река Игуасу, на которой, собственно, и находится водопад, берет свое начало высоко в горах. Через 1200 километров девственных лесов она превращается в мощнейший поток, который разливается почти на 4-х километровую ширину, только лишь для того, чтобы со страшным ревом обрушиться в узкое 80-метровое ущелье, имеющее весьма устрашающее название «Глотка дьявола». Существует старое индийское предание, по которому отважный воин похитил возлюбленную, страшного лесного бога. В результате разгневанный бог расколол землю ниже по течению реки, чтобы беглецы не смогли уплыть на каноэ. Надо сказать, что само слово Игуасу также индейского происхождения и означает «большие или великие воды». Название как нельзя лучше подходит к такому могучему и величественному водопаду. Каждую секунду река сбрасывает вниз от 3 до 10 миллионов литров воды в зависимости от сезона. Этого за глаза хватило бы, чтобы за одно мгновение наполнить три олимпийских бассейна. Ир, мне так жалко с тобой расставаться, но время нашей программы заканчивается, и я по традиции в конце программы провожу Блиц-опрос. Не откажешься ответить на несколько вопросов? Связанных со мной или с чем-то? С жизнью. Главная черта твоего характера? Честность. А главный недостаток? Честность. Главное достоинство? Честность. Как легко тебе отвечать на вопросы. Любимый цвет? Черный. А явление природы, с которым ты ассоциируешь себя? Жара. Хотя мне в ней плохо. Ну, я люблю жару, но мне в ней плохо. А дар, которому ты могла бы позавидовать? Боже мой, умение вести за собой огромное количество людей. Не понимаю, как это происходит. И в конце последний вопрос. Счастье – это продолжим мысль. Это сиюминутное состояние, которое невозможно описать словами, это можно только почувствовать здесь и сейчас. Сегодня оно есть, завтра его нет. И так происходит каждый день. Я не могу сказать, что это такое. Уже сказала. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты бы почаще испытывала это состояние, в котором ты творишь. Я думаю, что это состояние счастья тоже. Прежде всего, наверное, для тебя. Чтобы ты любила, потому что слово любовь, как мы уже догадались, в твоей жизни занимает большое место. Чтобы ты была здорова, были здоровы твои близкие, твой сын, чтобы тебя радовал. И чтобы мы почаще встречались. А талантливый человек, отдавай мне подарок. А талантливый человек, если он талантлив, он талантлив во всем. Я быстро показываю, потому что обнаженная женщина. Я с вами прощаюсь до следующего воскресенья. И, как обычно, скажу, добро пожаловать. Может быть, нам следующий герой нарисует тоже что-то интересное, или кого-то интересное. Но, может быть, в одежде. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова